Здравствуйте, дорогие друзья! Я Бадмаев Валерий Антонович, главный редактор газеты «Современная Калмыкия». Буквально вчера я узнал о том, что глава временно исполняющей обязанности главы республики Бату Хасиков назначил своим представителем в народном хурале Араша Алексеевича Манжиева. Честно говоря, Араш Манжиев мне хорошо известен. Как садист. 2 января 2009 года ко мне пришел человек, который представился как Бомбаев Анатолий. Попросил помощи. Заявил, что его сын Цирен Бомбаев избит в ИК-3 Яшкульского района. Предложил поехать в это ИК. Я согласился, и мы с Анатолием отправились в данное учреждение. Начальником ИК-3 на тот момент был Араш Манжиев. Как выяснилось, 1 января 6 заключенных этого исправительного учреждения были избиты резиновыми дубинками офицерами и сержантами данного ИК. В избиении принимал участие сам Араш Манжиев. Я позвонил ему с проходной и попросил о встрече. Попросил его о встрече. Он вначале пообещал, но попросил перезвонить через 5 минут. И когда я перезвонил через 5 минут, его телефон уже не отвечал мне. По этому поводу я написал около, по-моему, 4 или 5 статей в газете «Советская Калмыкия сегодня». Мы написали обращение в прокуратуру республики. И в конце концов добились того, что исполняющий обязанности прокурора Доржиев вынес представление в адрес начальника УФСИН. В этом представлении в одном из абзацев было написано, чтобы Араша Манжиева уволили из органов УФСИН, лишив его всех привилегий и званий. Как я потом позже узнал, Араш уволился. Но, насколько я понял, мне, к сожалению, не удалось это проверить, уволился он по собственному желанию. За моей спиной находится дом 64 на 8 микрорайоне. Вот этот Араш Манжиев жил в этом доме. И в этом же доме проживали родители избитого Цирена Бомбаева. К сожалению, Цирена Бомбаева постигла очень такая жестокая участь. Видимо, сотрудники УФСИН и вся эта система, она настолько мстительна, что его перевели из ИК-3 в колонию номер 1 города Элисты, и там издевательства над ним продолжались. В настоящее время он инвалид, больной и находится дома. Мой товарищ и правозащитник Владимир Галитров добился того, чтобы Цирен смог обратиться в Европейский суд по правам человека. В прошлом году Европейский суд по правам человека вынес вердикт о том, что власти России не смогли провести достаточное расследование, не смогли установить виновных, и не смогли признать пытки, которые совершались над Циреном. Европейский же суд все это признал и вынес в пользу Цирена Бомбаева. Штраф России был выставлен в размере 45 тысяч евро. Но это маленькое утешение, потому что власти России, якобы выполняя решение Европейского суда, возбудили уголовное дело, но они возбудили уголовное дело против неустановленных лиц. А я повторяю, что сам Цирен заявлял, что в его избиении принимали участие Басханжиев и Манжиев и еще ряд других сотрудников УФСИН. Все это было отражено так же, как я говорил ранее, в представлении прокурора республики. Поэтому назначение Араша Манжиева на должность представителя главы республики в Народном Хурале я считаю возмутительным. И мне вообще непонятно, по какому принципу Бату Хасиков подбирает кадры. Это вообще позорно, ставить на такую высокую должность человека, которого я лично называю палачом. Продолжение следует...